Главное достояние Нагато, как и Сочи, это природа. Город, в котором находится заповедник государственного значения, расположен на побережье Японского моря. Есть в Нагато достопримечательности, которые считаются одними из красивейших в мире. Оценили по достоинству гости из Поднебесной и знаковые места Олимпийской столицы. На Сочи у японцев большие планы. Для начала подписать с курортом соглашение о побратимских отношениях. Наша задача как можно больше узнать о городе Сочи. Это поручение мэра Нагато. На данный момент нас интересуют три направления. Экономический обмен с использованием природных и прочих ресурсов, обмен в области образования, культуры, интересное и развитие спорта. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Вопросов у членов японской делегации оказалось немало. Интересовали их как популярные виды спорта курорта, так и предпочтения сочинцев в выборе мест отдыха. Важным для гостей стала информация и об отношениях Сочи с другими странами, в том числе с уже имеющимися городами-побратимами. По словам вице-мэра Олега Ясюка, сотрудничество и обмен опытом с зарубежными партнерами курорт ведет непрерывно. Ну а сегодня Сочи налаживает прямые авиасообщения с китайским Чинду и немецким Франкфуртом на майне. Весной ожидается визит делегации из Англии и Франции. Подробно японцам рассказали и об имеющейся инфраструктуре, которая также способствует комфортному пребыванию гостей на курорте. Самое главное – это у нас большое достижение в городе, что у нас ноль отходов. То, что бытовые обходы, которые здесь получаются, они сортируются и вывозят за пределы города. Поэтому мы, все жители города, боремся с тем, чтобы первая у нас была прекрасная экология. Мы считаем, что наиболее важно – это безопасность. И у нас существует программа «Безопасный город». Это более 16 тысяч камер. Большой спектр безопасности – это в гостиницах, на пляжах. И мы считаем, что наш город – один из самых безопасных вообще в нашей стране. Решением организационных вопросов, а также подготовкой соглашения о побратимских отношениях будут заниматься специально созданные рабочие группы.